Всем привет! Мы начинаем уже третью сегодня игру в шестой домовине. Сегодня у нас знакомые лица Наташа, Андрей и Максим, которые уже принимали участие у нас. Андрей в прошлом сезоне, Наташа и Максим уже старожилы. Ожидаю сегодня интересную игру. Всем удачи! Ознакомьтесь с темами. Синие это про меня, я понял. Ну главное, чтобы не тупую пьема. Ну это само собой. Все есть. О, это правда с тобой, наверное, все. Что там будет? Давайте Наташе дадим выбрать. Сейчас у меня экран появится. Ну давайте Супой и еще тупее за 200. Да, в Лилипутии куда попал Гулливер многолетняя война. Именно из-за этого. Ну, собственно, сходили разбивать яйца с тупого или с острого кончами, чтобы тупого конечника не острого конечника. Я прошу прощения вас сразу, но просто я немного вот рассуждаю. Страшно. Ты больная, я пьян. Герой фильма о зомби Лэнди классифицировал зомби трех типов. Быстрый и ловкий ниндзя с зачатками интеллекта Хокинги. Самых тупых назвал в честь этого ленивого недалекого героя мультсериала. Страшно. Это, конечно, Гаммер Симпсон. Продолжим эту тему. Картинка одна из... А, ну это... Тупик он называется. Тупик, тупик он называется. Тупик он называется. Да, официальный исторал Ньюфаундленда и Лаборатора. Плышка много тупых на квадратный метр, поэтому пойдем вот сюда. Донором для пересадки человеческих органов зачастую является вовсе не обезьяна. Например, для загнана сердечного клапана Арнольда Шварцнекера Послужило сердце этого животного. Ну, допустим, сеня. Да. В 1980-м был снят фильм, где роль этого моряка сыграл Рубен Вильямс. История этого персонажа насчитывает уже более 90 лет. Ну если за 300, может быть это Синбад Мореход? Нет, Морехода топ. Часная только. Не за капитан Немо, капитан Немо. Нет, не капитан Немо. Часная, не часная. Давай час. Морехода. Да, молодец. Один из крупнейших водопроводов Мальстрём, который упоминался в произведениях Жуля Верна и Эдгара По. Наташа? Ну, я нажала, конечно. Ну, пускай в свет. Нет. Находится в этом море. Море. В норвежском. В этом мультфильме Ёжик Нес домой море. А то скоро зима, и я все один до один. Не, ну это же не тот мультфильм, который все подумали правильно. Это Синбад Морько Пли. По одной из версий историков, Моссард был отравлен масонами за раскрытие их ритуалов в этой опере. Это волшебная клейта. Да. Давайте продолжим тему. Ледовитые плющи за 400. Способ одного из самых резонансных убийств в конце 70-х годов прошлого века, болгарского диссидента Григория Маркова. Андрей? Кулзонтик. Да, совпадает с этим фильмом. Итальянская травительница Тафания Диадама прославилась изготовлением ядовитой воды, жертвами которой стало около 600 человек. Нам же травительница более известна по присутствию на мероприятии у этого знаменитого литературного персонажа. На балу Воланда она присутствовала. Да. Я хотела ждать вам, спросите или что-нибудь другое. Но собачьи терпят 400. Первая клонированная собака убедила свет по 10 лет позднее знаменитой овечки Доли, поскольку клонировать собак оказалось сложнее. Главным научным достижением 2005-го было клонирование в снапе собаки этой породы. Тут есть, конечно, вариант. Я слышала про такой факт, но я не помню, какая порода. Военный конфликт между Грицей и Болгарией разгорелся в октябре 1925-го, когда был убит греческий солдат, пересекший границу, преследуя свою собаку. Одна из самых странных воин 20-го века получила у историков такое название. Война за собачье наследство. Мы решили, если Наталья не возьмет, то никто не возьмет. Я не знаю такого. Наташа, Наталья. Все, расходимся, короче. Расходимся вообще. Предел тупости, как оно есть, нарисуй хотя бы червяка, истерзанного любовью, и пляшущую лангусту с кастаньетами, а над яблоком пускай запорхают слоны. Ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее. Автор фразы назовите. Пускай это будет Сальвадор и Донис. Да, решили вам подарок за 500 сделок. Да, все тут разумно. Собачье сердце заблевает месяц. Это слово, вон, у сердца не камень. Собака не человек. Одно слово. Словица? Это откуда? Это чьи пословицы? Это звучит как-то не. Так, на стене давайте. Изначально этим темпом назывался музыкальный духовой инструмент, похожий на тромбон. Известное оружие получило? Базука. Да. Третье место тоже нормально. В этот день только одному самолету был разрешен полет после закрытия воздушного пространства для доставки противоядия человеку, которого ужалила ядовитая змея. Сопровождали самолет два истребителя. 11 сентября 2001 года. В повести Хемингуэя «Старик и море» все у главного героя было старое, кроме них. Они же цветом были похожи на море. В романе Агаты Кристи «Глупость мертвеца» именно он расследовал убийство. В 2016 в Иркутске произошло массовое отравление этим концентратом для принятия ванн. Ну это соли. Соли для принятия? Нет? Нет, нет. Вы будете уйдеть. В засоску просто. Я думаю, что там кроме соли может быть. А это там всего-навсего бояры. Блин, а попробовать надо. Доктор Ливси предупреждал Билли Бонса. Что слово «ром» для него идентична слову «смерть». А какое-нибудь одно выбери на том... Ром. Ром. Ром, да. Оружие давай. В фильме «Смертельное оружие-2» был дипломат из этой страны, единственного представителя Африки в G20. Нигерия. Нигерия. ЮАР. ЮАР. По воспоминаниям убийцы президента США Джеймса Харфилда, этот критерий при выборе пистолета для убийства стал главным. Я не знал, что его убили. Он должен был быть красивым. Присмотреться. Да. Именно это супероружие пытался выкрасть орден иллюминати в романе Дэна Брауна «Ангелы и демоны». Эпока. или антиматерии объединяет американского исполнителя армандо крестьяна переса госту и голландского футболиста и от города лица именно ее логутенко в одноименной песне. Вау. Режу-режу-режу морскую капусту. А можно передать привет, пока мы в прерыве? Можно. Можно? Можно. Товарищу Александру Рейнгорде и его пиво ждет в Волгограде. Пусть приезжает. Макс мне проплатили за эту рекламу, поэтому я не могу. Все, можно выходить и заглядывать. Я думаю, он там руки потирает. Дорай, пожалуйста, Макс. Кролики, а кроки и подмалевок являются вариантами... Кроликов еще дойдем. 1996 запомнился взятием заложников в больнице этого дагестанского города Кизляр. Знаменитый обмен Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. Ух ты. Глиникский мост. Тиоланский мост. Стоялся на Москве в Петербрюке с этой реки, в правом притоке Эльбы. Поторопился. Сложный вопрос. Частный. Мне страшно. Попробуй, частный. Думаю, Макси не будет. Проверение какая-нибудь? Нет. Знал, Андрей, нет? Нет. Этот фразе лагерь, выражающий удивление или восхищение, предположительно, пошел от дореволюционных кабаков, над которыми были вывески с соответствующими ветками. Там на стыке, наверное, да, чем-нибудь. Кизма. Ёлки зелёные. Хорошо, красиво. Давайте заперчим. Крупнейшими теоретиками этого учения после смерти автора стали Эрнест Мандель, Тед Грант и Тони Клифф. Ронсон Данхилсон Дюпольф. Являются лучшими ими. Я не услышал, ещё раз. Марки зажигалок. Да? Правильно. Марки зажигалок. Ой, блин. Давайте марки зажигалок. Этот химический элемент таблицы Менделеева назван вовсе не в честь города, в честь русского горного. Это Самарис. Да. Марки зажигалок. Марки зажигалок. Марки зажигалок. Марки зажигалок. Это не надолго, конечно, но посмотрим. Так, а что-то я перестала видеть таблицу, а всё увидела. Марки зажигалок. Марки зажигалок. На этом кладбище похоронены более тысячи знаменитостей Берлёсга Гендега Ампер, но самой посещаемой является могила долины. Долиты. В отличие от нынешнего учения, более 100 лет назад в Российской империи так называли квитанцию на вознаграждение от властей за подводы лошадей, которые использовались в армии в военное время. Какой-нибудь маршрут, что-нибудь такое, контрамар. Ацтамбек, подлежавший тогда Испании, многократно подвергался нападению пиратов, что было описано в тогдашних хрониках. Ныне же там находится крупнейший нефтеперерабатывающий центр Венесуэлы. Ну это Марака либо? Да. Да. Молодого. Это выражение стало нарицательным для обозначения милосердного и бескорыстного человека, готового помогать попавшим в беду. Добрый самаритянин. Да. Роль рэпера по прозвищу Круп принесла этому исполнителю Оскар в 2013 номинации лучшая песня. Блин, а кто у нас в 2013 получал Оскар? Рэпер за 100. Я просто вообще не в курсе Малин. В 8-й милю он играл. Так. Это, короче, дуэт Круп Владимир Данилец. С Владимиром Данилцом этот комикс дал бедку по летней. Господи, как я их мог перепутать, а? Это же кривое зеркало в Украине. Конечно, Моисей. Блин. Обидно. 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 Философская прихия удавы этого писателя описывает… Азелескандар. Да. Статистически обособленная местность и не включенная территория в округе Бун под названием Рэббитхэш прославилась не только своим названием, но и мэрами. С 98-го должность мэра в городке неизменно занимают они… Азелескандар. Ну, частные, есть только пасхальные кролики какие-то. Вау. Вопросик были, Рэббитхэш. Да, понял. Я пытался. На его фоне пролетали Гарри Поттер с Орленом Феникса, а Земфира посвятила им одну из… Таурфхимов. Конечно, уж столько было. На скандинавской мифологии «Радужный мост» соединял этот небесный город с другими мирами. Картинка. Внимательно посмотрите на мост в Англии. Проявите воображение и попробуйте догадаться, какое название он получил. Могу только тяпную дать. Как-нибудь мост Макдональдс или что-нибудь такое. Я бы так думал. Бесконечно. Он отражается отлично создает или инфинити. Сложно. Первоначально он был предложен футбольному клубу «Фулхем» и состоял лишь из одной трибуны. В 1905-м на стадионе обосновалась новосозданная команда «Челси». Ну, Стэнфорд был решал. Ага. Блин. Так, ладно, добьем моисеянку. Рико-негольным стилем на 50-100 метров в 50-метровом бассейне. Были установлены к ролям в 2009-м этим спортсменам. Как съело. Ничего себе. Я думал, никто не возьмет. Молодец. Бразильский же известный чувак, блин, дорого. Ну, наверное, два человека со всего турнира знают. Одну скрутить ума не надо, другое суп против приклада. Дуля-дуло. Да. Один бывает в спорте доминоки, но другого бережет, вот, талико лишь его. Ну, ничего не понятно. в спорте идут. Рубль бережет, а армии в спорте идут. Одни были в моде полвека назад, другого листочек на герб с лагом взят. В старом это понятно. Клёр, господи. Я кручу клин, кланчик. Один без страны по 27 свою душу отдал. Один вам даст подарок, другим не назовут варабет ситки. Мозг взорван. Придумал что-то одно. У нас обычно. Синий Алексей. Угу. Волейбол. Всё, как вылезать. Волейбол. Я когда-то играл за городом. Да, поиграем. В программе летних олимпийских. И появился только с 96-го. Пляжный волейбол. Самый дорогостоящий волейбольный мяч был продан на аукционе за 18 400 долларов после выхода этого. Сголь. Да. До 1917-го партия волейболя велась до такого количества очков. 15. Сколько? 15. Один и пять. Нет, нет, нет. Я не слышал. ОМОН 21. Молодец. Матч между летучими обезьянами и непобедимыми друзьями Энни остановил войну в этой помести. О, не знаю. Ой. О, огненный болт. Маранов. Да. Картинка. Угу. Именно этот лапок интересовал тренера волейбольной сборной Николая Карпуля при посещении библиотеки в миниатюре уральских пельменей. Где блок? Где блок, спрашиваю. Это не только аббревиатура интеллект, но и буква английского алфавита. Си. Си. Поехали вот сюда. Экран с сообщением о критической системной. Синий экран. Синий экран. Синий экран. Не могу это считать. Синий экран смерти. Да. Спасибо. Спасибо. Рефлектор мини на прибор для хозяек. Экран получил такое. Не синяя лампа. Синий цвет. Давайте продолжим. За этот испанский клуб «Спорт Синий» в свое время выступал Виктора Новка. А сейчас… Это… Авьеда. Политический альянс «Тахоль лаван», «Синий белый» в 2019-м был образован для участия в парламентских выборах в этой стране. «Тахоль лаван». «Тахоль лаван». «Блин, частная». «Блин, что это как-то слишком…» «Чуть частная». «Даааа, пардон. Нет, бля. Блин, не том. Давай в Лешку играем». «12-й кавалерийской дивизии умереть. Умирать не сразу, а до вечера. Данный приказ этот командир армии и автор знаменитого прорыва названого его…» «Алексей Брусилов». «Конечно». «Этот журналист и президент Эхо ТВ по совместительству является ведущим радиостанции Эхо Москвы». «Алексей Венедиктов». «Этот бывший чемпион СССР по фирменному катанию сам олимпийским чемпионом не стал, но как тренер воспитал трёх олимпиоников». «Это Алексей Мишин». «Он разошёлся, Макс». «Ну, блин, тема просто моя…» «Над горой Алёша посвящена памятник советскому солдату Алёше, который находится в этом…» «Ловдев». «Закон этого француза нам хорошо известен и…» «Это, наверное, Паскаль». «Да». «Алексей…» «Да, давайте закончим. С Турского его вести как пьяница». «Несмотря на то, что этот реформатор артиллерии был генерал-майором, комендантом». «Ну, на этом вопросе нельзя было проиграть кнопку. Это Алексей Аракчеев, я так думаю». «Я… что…» «Давай, молодец. Мало кто его вообще отвечает. А ты даже…» «Не было». «Проект конца нулевых с таким названием был не об алкогольных пристрастиях одного из участников нашего турнира, а новинках кино. Автор Дмитрий Пучков расшифровал его как…» «Синефилб». «Синефилба». «Это присмыкающийся чуть не…» «Дивитон». «Не могу у Андрея перевернуть кнопку». «Это не только популярный индийский танец, но и компьютерная игра. А некий Валерий предполагал, что предком этой красавицы из Занзибара был русский моряк». «Так, ну, Таня…» «Валерий…» «А в Валерий – это Меладзе». «Господи, конечно…» «Эту звезду из созвездия Пельсея также называют звездой дьявола». «Коль?» «Да…» «Именно этот актер впервые примерил костюм Джеймса Бонда в фильме «Казино». «Шон Коннери?» «Кагурнораль». «Рояль 2006 года». «Может, это Дэниел Крейк?» «Да…» «Был, да?» «Забыл». «Рояль в кустах». «Рояль в кустах». «Рояль в кустах». «Да…» «Мне с удара не ноги в тепле держать. Тем более, что мне сейчас нужно идти настраивать рояль генеральше Шевелицыной». «Не могу же я к ней босиком идти», – жаловался настройщик Муркин, персонаж рассказа «Сапоги» этого классика. «Мне читал, не знаю». «Мне читал, не знаю». «Может, вам Пажан, скажем так, по тексту». «Мне читал, не знаю». «Либо ты это знаешь, либо ты из Волгоград». «Он был первым и последним ведущим программы «Два рояля». Временно уступил право…» «Сергей Минаев». «Да». «Последней сегодняшней игры, сыграв джаз-музыканта Костю Иванова, актер Игорь Скляр получил от поклонниц такое прозвище». «В честь песни, которую исполнял старый рояль». «Андрея, спасибо». «Андрея, поздравляю с победой». «Всех еще ждет, напомню, четыре раунда». «Всем удачи в дальнейшем». «Всем пока».